Вот так теперь могут выглядеть пары по физкультуре в университете. Фантастика, скажете вы, реальность гордо заявляет политех Петра Великого. Ведь именно здесь изучают фиджитал, спорт на стыке физической активности и компьютерных технологий. С этого учебного года каждый первокурсник сам выбирает, хочет ли он заниматься классическим футболом или часть занятий осваивает на компьютере. Петербургский политехнический университет первым в стране ввел фиджитал-спорт в учебную программу. Проведено очень много исследований, которые доказывают пользу совмещения умственного с физическим трудом. И это влияет на эффективность усвоения материала. Это позволяет быть лучше готовым к каким-то контрольным, к соревнованиям. Тренировочный процесс в новеньком фиджитал-центре выстроен таким образом, чтобы студенты сперва три занятия осваивали элементы игры в виртуальной реальности, а затем уже оттачивали мастерство в настоящем спортивном зале. Наверное, меньше всего пропускают именно фиджитал. Все-таки это им интересно. Здесь большое разнообразие как дисциплин. Это автосимулятор, VR, компьютерный спорт. Физические нормативы приближены к нормативам ГТО. То есть каждый спортсмен фиджитала будет готов сдать в комплекс ГТО. А значит, станет здоровее и выносливее. А это наряду с развитием IT-отрасли – одна из приоритетных задач страны на ближайшее десятилетие. Поэтому проект легко получил грант в рамках национальной программы «Приоритет 2030». Поначалу, конечно, такая возможность стала для меня большим сюрпризом. Я даже друзьям на родину писал, что вот представляете, в университете на паре можно играть в компьютерные игры. И это часть обучения. Но теперь гаджеты в сторону. Пора закрепить полученный результат на настоящей тренировке, на которой зомбиец Даниэль заодно подтягивает русский язык, а его однокурсники осваивают азы виртуозного владения мячом. Одним словом, фиджитал спорт объединяет.